Тысяча напчан и гостей курорта участвовали в традиционном факельном шествии. Деда-напчанки Ольги был политруководителем в городе Кушка на границе самой южной точки России. В 1941-м его забрали на фронт, в 1942-м он погиб. Мама Ольги Владимировны осталась без родителей, выросла в детском доме. Столько бед, столько лишений. Их поколение, как оно выжило? Как они это все вынесли, я не знаю. Вечная память погибших, чтобы войны у нас никакой не было. Представители трех поколений пришли в сквер почтить память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. 69 лет назад, 8 мая, в 22 часа 43 минуты, в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Сегодня мы отдаем к нам неуважение живущим рядом с нами ветеранам. Но, наверное, в большей мере вспоминаем тех, кто сложил головы на полях сражений. Учащиеся кадетской школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова зажгли факелы от пламени вечного огня. Почетные гости возложили к обелиску венок памяти от благодарных анапчан. Жители и гости курорта зажгли свечи в памяти погибших в годы войны и прошли в морской порт. В морском порту прошло театрализованное представление в памяти погибших моряках. Мэр Анапы Сергей Сергеев, председатель Совета Леонид Кочетов и ветераны проводили почетный скор для возложения венка и бескозырки в акваторию Анапской бухты. Мэр Анапы Сергеев, председатель Советского Союза